Приветствую вас подписчики канала Видеодорог России. Рад снова встреча с вами. После обработки вашего внимания будет предложен маршрут Москва-Томск, который пройдет через города Ярославль, Кострома, Киров, Пермь, Екатеринбург, Ишим, по объездной дороге Омск, по северному объездному пути Новосибирск и финиширую в Томске. В Томск, кстати, встретил сильной жарой, духота была невероятная, температура за 30, высокая влажность. Такая же температура была примерно и в Новосибирске, но я из автомобиля не выходил, поэтому точно сказать не могу. Каждую серию буду сопровождать короткими комментариями в середине, в начале, ну то есть там, где интересные моменты будут какие-то. Я буду включать диктофон и что-то комментировать. Интересные моменты, такие, например, как под Тюменью была очень сильная гроза, очень сильная дождь стеной. Впереди идущий автомобиль, примерно в пяти метрах, уже был еле виден, еле различались аварийки, которые он включал в водитель. Молния сверкала со всех сторон, и спереди, и сзади, и справа, и сверху. Одновременно я такого еще количества разрядов ни разу жизни не видел, чтобы столько разрядов было одновременно, практически постоянно сверкали молнии. Очень сильный ветер возле завода, возле города, завода Луковск, примерно, дерево примерно в два обхвата. Буря была повалена на трассу. Там, к счастью, никто не пострадал. Дерево упало примерно за полчаса до моего появления там. Поэтому машины объезжали это поваленное дерево. Этот, конечно, участок я замедлю, чтобы можно было в деталях, насколько это возможно, рассмотреть. Ну, никаких серьезных происшествий или событий не произошло. Но обычный маршрут, обычная поездка. Видео, как обычно, будет ускорено в три раза для удобства просмотра. Это вот, что касается того, что уже сейчас идет обработки и в ближайшее время я буду размещать на канале. Неприятная новость в том, что не будет видео из окна поезда от Томска до Москвы. У меня был третий резервный видеорегистратор. Но это китайское фуфло испортило все настроение. Потому что съемка шла с дерганиями такими. Посмотрел, сильно расстроился. Экспозиция какая-то непонятная была. То темно, то слишком светло. Ну, это не видео, короче. Поэтому, да, кстати, вышел из строя и еще раз смартфон, на который я писал комментарий. То, что я сейчас диктую на диктофон, мне уже прислали из Китая. Это пробная запись, пробная версия такая будет. Вот, так что нечего было, не на что было диктовать комментарии. У меня был другой смартфон, Huawei 6i. Я пытался на него надиктовывать что-то, но потом при прослушке на самом диктофоне хорошо слышно. А ни видеоредактор, ни компьютерные проигрыватели не смогли воспроизвести это аудио. То есть, расстройство было у меня полное. Была даже мысль пустить видео без ускорения, чтобы могли послушать шум в кабине автомобиля. Переговоры дальнобойщиков, вышегрузов. Но, к счастью, по возвращении, вернее, пока еще был в дороге, мне позвонили домашние. И говорят, что курьер доставил диктофон. Этим самым поднял немножко настроение. И еще неприятный момент. Видео из окна поезда я не смогу проводить до тех пор, пока не приобрету новый видеорегистратор. Должен быть новый видеорегистратор с хорошим качеством записи, с частотой не менее 60 кадров в секунду, с компенсацией вибрации, с хорошей оптикой, с хорошей линзой, с хорошим объективом. Для этого буду собирать деньги. По всей вероятности, придется обратиться за поддержкой. Кто сможет, у кого будет такая возможность, те смогут принять в этом участие. Обещаю, что все участники акции по сбору денег будут, ну и указаны в титрах к видео. Было бы замечательно, если бы вы присылали не только логин, но и фотографии, фамилии свои. То есть у вас есть реальная возможность такая попасть в историю видеодорог России на очень длительный период. Других проблем на трассе, повторю, не было. То, что вы сейчас смотрите на видео, это за день до отъезда заезжал в магазины, там покупал какие-то продукты на дорогу, установил на планшет интернет билайновский, но, к сожалению, роуминга не было и воспользоваться интернетом билайновским на межгороде не смог. В дороге, в придорожных кафе, столовых, в мотылях не останавливался. То, что взял с собой в дорогу, тем питался. Причины, почему я опасаюсь заезжать, принимать пищу в этих придорожных кафе, это последствия того, что со мной произошло примерно год тому назад. Ну, жив-здоров, все нормально, слава богу. Что еще можно сказать так? Сейчас-то сразу и не вспомнишь, но при монтаже видео какие-то элементы, детали будут всплывать. Естественно, я буду включать комментарии к этому на этих участках. Промежутки между комментариями будут заполняться музыкальными композициями. Ну, так, чтобы не скучно было смотреть. Но сейчас передо мной стоит такая серьезная глобальная задача. Это мне нужно будет как можно быстрее приобретать новый хороший видеорегистратор. Сейчас просматривал на Алибабе. Есть хороший регистратор и дорого стоит. Но в любом случае мне придется что-то делать, чтобы такой видеорегистратор приобрести. Потому что, чувствую, предстоят очень дальние поездки. И мне самому хотелось бы заснять полное видео из окна поезда через всю Россию. Надеюсь, с вашей помощью это все реализуется. Ну, а сейчас послушайте музыку и посмотрите просто движение по Москве перед стартом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! 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 Субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! 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 Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! 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 Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! Субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! 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 ! Спасибо за просмотр! ! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! 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 Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! 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 Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! Субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...